Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». На третьем этаже нашего громадного шестиярусного склада находятся сотни стартеров и генераторов. Поэтому, если надо, то звоните, конечно же, в «АвтоСтронг». Также не забывайте про 200 тысяч отличных запчастей с быстрой доставкой, отличным сервисом и сладким ценом. Сегодня мы разберем простой двухлитровый мотор Chrysler, к сожалению, без какого-то особого названия. Двухлитровый бензиновый двигатель Chrysler, который мы сегодня разберем, устанавливался с 1994 года по 2010 на автомобили Chrysler, 5 Cruiser, Voyager, Sebring, Neon, а также на модели клоны марок Dodge и Plymouth. Двигатель создан на основе чугунного блока ГБЦ легкосплавное. Существует два варианта ГБЦ – с одним либо с двумя распредвалами. В обоих случаях по четыре клапана на цилиндр. Любопытно, что ГБЦ разрабатывалась инженерами компании Mitsubishi. Похожая одновальная ГБЦ устанавливалась на моторы 4G15. А вот двухвальная ГБЦ – это точная копия ГБЦ, которая устанавливалась на японский двигатель 4G63. В приводе ГРМ зубчатый ремень и, кстати, гидрокомпенсаторы в данном моторе присутствуют. Этот двигатель вышел с пластиковым впускным коллектором и удлиненными впускными каналами для оптимизации тяги на низких оборотах. Двухлитровый двигатель Chrysler неплохой, простой и незамысловатый, но пользуется спросом на разборках. Необходимость менять его в сборе возникает при некачественном и несвоевременном обслуживании. В 2003 году этот двигатель модернизировали, и он получил новую систему управления. Вместе с этим изменилось расположение датчика положения коленвала. До 2003 года он стоял возле масляного фильтра под генератором, а затем он переехал вот сюда, к стартеру. Причем датчики разные. Эти особенности надо учитывать при замене датчика положения коленвала, а также при замене двигателя с неподходящим ЭБУ этот двигатель не заведется. При неисправности датчика положения коленвала этот двигатель глохнет. Срок службы опор двигателя примерно 150 тысяч километров. При износе демпфера опор появляются вибрации и толчки при резком нажатии и отпускании педали акселератора. Как вы уже обратили внимание, двигатель у нас без навесного оборудования, но всю навеску мы нашли на нашем огромном шестиярусном складе. Помните, что в «АвтоСтронг» 200 тысяч качественных запчастей. Проблема, присущая всем двигателям Chrysler – это масло во впускном коллекторе и увеличенный расход масла на угар. Причиной этому маслоотделитель в системе вентиляции картерных газов и клапан системы вентиляции картерных газов. Замечено, что клапан неудачно расположен и при резких поворотах направо его буквально заливает масло и масло стекает во впускной коллектор. Для устранения данной проблемы надо снимать клапанную крышку, отмачивать штатный маслоотделитель. Также стоит поменять клапан системы вентиляции картерных газов. Замечено, что эта проблема никак не портит жизнь двигателю, кроме как добавляет жора масла. А еще некоторые владельцы ставят масляную ловушку на пути масляных паров и картерных газов во впускной коллектор. Шланг, соединяющий клапанную крышку со впускным коллектором, со временем может треснуть. Это приводит к попаданию воздуха во впускной коллектор. В таком случае двигатель может нестабильно работать и даже остановиться на ходу при резком отпускании педали акселератора. Привод дроссельной заслонки механически тросовый, поэтому дроссель оборудован датчиком его положения и регулятором холостого хода. Эти детали продаются отдельно. Чаще всего в замене нуждается регулятор холостого хода. В таком случае двигатель держит очень высокие обороты. Причем обороты могут хаотично подскакивать и падать. Двигатель может заглохнуть. При неисправности датчика положения заслонки фиксируется ее некорректное положение и двигатель может не слушаться педали акселератора. При диагностике будет видно положение заслонки и то, что оно не соответствует реальному. Двигатель Chrysler 2.0 оснащен сдвоенной катушкой зажигания. Эта катушка имеет достаточно большой срок службы. При проблемах с искрообразованием чаще всего нуждаются в замене высоковольтные провода и свечные наконечники. Топливные форсунки на двигателе Chrysler 2.0 надежные и имеют хороший ресурс. Но стоит их проверить, если двигатель троит и неровно работает, а все детали системы зажигания уже заменены либо проверены. Также может обнаружиться износ либо выход из строя одной из форсунок, после чего двигатель будет троить. Говорят, что о нем много пишут в комментариях. Итак, встречаем, Павел. И мы начинаем нашу разборочку. Термостат установлен вот здесь и его корпус уплотняется резиновой прокладкой. Чистенько прокладка служит меньше, чем сам термостат и начинает пропускать антифриз. Интересно, что прокладку не всегда в продаже можно найти. Иногда приходится ее покупать, вместе с термостатом. У двигателя Chrysler 2.0 пластиковая клапанная крышка. Поэтому с годами появляется течь масла по ее прокладке. А также течь масла появляется и по датчику давления масла. Эти проблемы легко решаются заменой прокладки и заменой датчика, который обычно течет по своему разъему. Вот прокладка. Вот маслоотделитель, который иногда нуждается в чистке. Также здесь мы видим сальники свечных колодцев, которые со временем тоже дубеют и теряют эластичность. В приводе ГРМ двигателя Chrysler установлен механический либо гидравлический натяжитель. На моторах 2000 или 2002 модельных годов стоит либо механический либо гидравлический. Чтобы это определить, нужен только визуальный осмотр. С 2003 года всегда используется механический натяжитель, который, кстати, подходит на моторы 2000 модельного года, для которых уже механический натяжитель старого образца не выпускается. Ремень ГРМ на данном моторе надо менять каждые 100000 километров. А теперь поговорим о состоянии. Кулачки и распредвалов выглядят хорошо, а вот на шейках мы видим царапины, но на ощупь они не ощущаются. Здоровый масляный налет. Обратите внимание, что на этом двигателе действительно присутствуют гидрокомпенсаторы. Первые экземпляры двигателя Chrysler 2.0 страдали от нарушения герметичности по прокладке ГБЦ. Обычно прокладку пробивало в районе четвертого цилиндра. Считается, что проблема заключалась в ослаблении одного из болтов ГБЦ. Компания Chrysler меняла прокладки по гарантии и с 1997 года использовала трехслойные металлопакеты. Стоит отметить, что проблема проявляется до сих пор, но нарушение стыка между ГБЦ и блоком цилиндров происходит также при перегреве двигателя. Обычно прорыв газа происходит на шоссейной скорости, тогда появляются пузырьки в расширительном бачке и уровень антифриза становится меньше. Ну и что же у нас по состоянию ГБЦ? Мы видим признаки масложора. У этого двигателя чугунный блок, открытая рубашка охлаждения, ну соответственно чугунные гильзы. Если говорить о состоянии, то нагар на донышках поршней, хон в цилиндрах просматривается, но уже видны побежалости. То есть моторчик подустал. А теперь поговорим о состоянии цилиндропоршневой группы двигателя Chrysler 2.0. У нас замечаний нет. Что шатунные, что коренные вкладыши в хорошем состоянии. Стоит отметить и посмотреть на маслосъемные кольца. Они не закоксованы. Обратите внимание, насколько они высокие. Также можно сказать, что поршни полноразмерной конструкции с удлиненными юбками. Коленвал тоже в хорошем состоянии. Как мы уже говорили, двигатель Chrysler предельно простой, предельно надежный. Автомобиль с ним предельно дешевый. Вот так и должен выглядеть надежный ДВС. Разборка закончена. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас только отличные запчасти. Помните, что с вами всегда было есть и будет компания «АвтоСтронг-М».